Казну муниципалитета «Более шести транспортных проектов на общую сумму около 10 миллиардов. Стоимость выполнения комплекса мероприятий на 2019 год составляет 180 миллионов рублей». Постоянно совершенствуется область предоставления услуг жителям. Наша МФЦ по-прежнему в десятке лучших. А для обеспечения качественной медицинской помощи в прошлом году привлечены 18 участковых терапевтов и столько же педиатров. И работа в этой сфере ведется очень кропотливая. «За январь, соответственно, мы продолжаем, несмотря на то, что полномочия у нас ушли в область, оказывать меры социальной поддержки нашим работникам здраво. А именно, это частичная компенсация за найм жилья по 15 тысяч ежемесячно. В 64-м была врачам оказана компенсация транспортных расходов. Доплата молодым специалистам, а их у нас немало. 70 человек. Это ежемесячная выплата от 3 и 5 тысяч рублей». Далее с докладом выступил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов, который проинформировал о состоянии дорожной инфраструктуры в зимний период. «Работа дорожных службов осуществлялась в планном режиме постоянной основе. В уборке автомобильных дорог и обеих дорожного мостового хозяйства было задействовано 35 единиц спецтехники и 32 дорожных рабочих. Из расходного 2000 тонн песко-соляной смеси вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега». И хотя в целом коммунальщики успешно справились с последствиями недавнего обильного снегопада, Валерий Венцель обратил внимание на необходимости еще более тщательного подхода. «Внутриквартальная территория – это сейчас самый важный момент. Объезд в воскресенье и в субботу показал, что не во всех территориях должным образом подошли и управляющие компании, и наша служащая организация, Дорсервис, выполнение данной поставленной задачи. Поэтому мне сегодня, Павел Александрович, пожалуйста, доклад подготовьте по каждому поселению». И меры, по словам главы муниципалитета, будут приняты в кратчайшие сроки. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.